Да, коллеги, еще раз всем привет. Значит, наш доклад закрывающий. Мы постарались сделать его просто легким информационным и рассказать о том, что происходит в нашем продукте и какие ближайшие новые возможности и улучшения будут зарелизированы буквально в этом месяце. Мы решили быть максимально конкретными и показать просто, как у нас идут дела. На самом деле это не roadmap, а это то, что прямо сейчас скоро будет. Уже сделано на тестировании, и прямо скоро все будет. Да. Для тех, кто не знаком с нашим решением, Андрей уже Петин в своем докладе это упоминал. Наш продукт называется Integration Gears, и он является модульным продуктом. Основной движок это FESP, Factor ESB, который реализует всю базовую функциональность ESB. И вокруг мы строим обвязку дополнительной функциональности, которая интересна Enterprise заказчикам. Сегодня будем говорить о том, что происходит в двух модулях. Это сам FESP, следующая версия которого 8.1 выходит в сентябре. И еще один модуль, который называется Enterprise Integration Kit, который в версии 2.0 тоже выходит в сентябре. Сначала, конечно, сам FESP, Георгий. Так, коллеги, продолжаем. Наверное, самое такое, то, что в первую очередь бросится в глазах нашим заказчикам текущим, это изменение дизайна. То есть мы взяли офигительного дизайнера, который нам нарисовал дизайн. То есть концепция не меняется. То есть все, что было, все было так, как удобно так было, так и осталось. То есть вся концепция, она просто один в один осталась, как и была. Просто, получается, мы навели красоту. Это тоже, на самом деле, такой прикольный момент, потому что мы же все это разрабатывали без дизайнера, на самом деле. То есть что техническим специалистам пришло в голову, что вот это будет красиво, да, все это отлично, да, мы оставляем, там все вроде согласились. Окей, хорошо, там взяли какие-то антовские, библиотеки для дизайна, да, тоже там что-то подстроили, какие-то иконки оттуда взяли. Сейчас все подточено именно под нас. Это все наши иконки, наш дизайнер, который разработал, да, то есть это интерфейс. При этом теперь интерфейс еще будет иметь темный режим. Режим, да, такой, который иногда некоторые разработчики, да, и администраторы любят с ним работать. Я вот в том числе. Это, да, первое. Дальше идем по функционалу. И, наверное, начнем мы с того момента, то, что я вам рассказывал, да, то, что был такой интересный вопрос про то, как мы управляем вообще всей этой кухней, и когда у нас узлов там 800 с лишним, да, ну, или там чуть меньше даже, да, то есть получается, что у нас есть много серверов, и нам надо там имя управлять. Да, у нас есть отдельный модуль, который удобно все это делает. Но даже в маленьких кейсах, да, когда два-три узла, тоже вот эта вот фича, она очень сильно актуальна. Это сравнение конфигурации серверов. То есть мы выбираем, да, с одной стороны один сервер, с другой стороны другой сервер, нажимаем кнопочку и получаем все отличия, которые там есть. Можем провалиться, провалиться, там drilldown делать, смотреть, что именно поменялось, нужно ли нам, допустим, при синхронизации конфигурации это учитывать или нет. Да, то есть это тоже такая интересная штука, да, на которую стоит обратить внимание. Что касается веб-сервисов, у нас появился конструктор для создания USD-лек. Этого у нас не было, и нам всегда пальцем тыкали, ага, SAP PI PO умеет этого делать, а вы там нифига не умеете, вот теперь мы умеем. Так, ну, есть некоторые моменты, связанные с безопасностью, да, это там касается, на самом деле, не только листа, то, что есть запросы, которые проходят в шину, и они не доходят еще до обработки, где мы проводим уже логирование, да, то есть они получаются где-то там, на входе, там еще они в уровень прикладного не превратились, да, но вот какие-то ошибки бывают там тоже. И вот эти моменты мы научились тоже отлавливать и их фиксировать. Да, это тоже на самом деле важна, как оказалось, и это мы тоже реализовали. Теперь про интеграционные возможности. У нас под капотом, да, не секрет, что Кемл, и не секрет, что наши разработчики являются контрибьюторами OpenSource сообщества, и мы там много чего правим, и вот буквально на прошлом месяце, да, я собирал статистику, 8 задач, да, за месяц мы, получается, туда отдали, в Apache, по разным проектам OpenSource. И тут получается, что мы все-таки постепенно переходим на версию, потому что понимаем, да, некоторые сложности на переход прямо с самой такой последней свежей версии Кемл, там, конечно, есть проблемы, мы эти проблемы понимаем, стараемся их тоже решать, но сейчас мы вот переходим на Кемл версию 3.2.2, она уже нами оттестирована, и мы понимаем, что она плоху подходит уже теперь под Энтерпрайс уровень, и под нее все уже мы переделали, и еще добавили коннектор для S3. Да, вот был как раз вопрос про S3. Вот, теперь мы, получается, можем полноценно работать со стрихранилищами разного типа, потому что они тоже бывают разные. Так, про маппинг, я думаю, коллеги там все рассказали, что мы доработали, да, вот это как раз наши последние изменения, то, что мы взяли Atlas Map, конечно, под свой колпачок, и дальше сами его развиваем. У нас планы на самом деле есть на него большие, да, то есть мы ну, потихонечку тоже бэкэнд переписываем, и потихонечку мы его, это уже я пошел, короче, в роудмав. Хотим все-таки тоже, да, использовать, как вот коллеги используют искусственный интеллект для маппинга. И тут как бы тоже работа ведутся, но вот сейчас вот те моменты, которые мы, получается, исправили, они уже вошли, вот версию 8.1. Коллеги как раз его и тестировали и использовали. Так, про менеджер очередей. Про менеджер очередей. Тут такие специфичные, на самом деле, моменты, потому что проектов у нас, ну, заказчиков, наверное, на штук 25, проектов где-то 40. Да, и тут мы сталкиваемся, ну, много с чем, да, и понятное дело, что постоянно приходится под заказчиков подстраиваться, и некоторые моменты мы расширяем функционал. Ну, менеджер очередей тоже не секрет, у нас под капотом используется или классический HECFMQ, или Artemis, но он нами доработан, да, то есть получается, что функционал, который у нас есть, нет в опенсорсе, вот, потому что, ну, некоторые заказчики нам это надо, в опенсорсию нету, и мы его дорабатываем. Мы какие-то моменты в опенсорсе сообщества тоже отдаем, да, то есть мы, как бы, критичные задачи даже закрываем, там, и отдаем тоже, ну, может быть, с небольшой задержкой, чтобы все-таки преимущество какое-то было, но все равно мы делимся, мы делимся, да, и тут, наверное, связано это с большей части с безопасностью, то есть у нас поменялся механизм работы с LDAB серверами, некоторые заказчики были привыкшие к тому, что кто-то работает с группой для в ролевой модели, да, кто-то работает как в IBM было там с пользователями, но у нас было с группой, да, мы сейчас добавили пользователей, расширили еще возможности аутентификации, то есть теперь у нас, у нас там кеширование было, но это была минимальная настройка, там просто там галочки включили кеширование, там вот там кешированный пользователь, чтобы нагружать LDAB сервера, то есть там актив директора или там кто подключен по пользователям, а вот сейчас эти настройки они более расширены, можно тайм-аут выставлять и тому подобное, то есть там мы это все расширили, эти все механизмы наши, то есть это чисто вот наша разработка, то есть все это как бы входит теперь в наш продукт. Так, что у нас еще интересного? ну, наверное, пойдем дальше? Ну, и производитель немножко у нас увеличилась по нашим тестам, то есть мы там немножко тоже подшаманили, подкрутили кое-что, ну, это как обычно бывает. Ну, на самом деле, мне кажется, очень аккуратно рассказал про переход на Camel 3.22, хотя на самом деле это такое радикальное изменение, которое тащит за собой обновление всех зависимостей от разных библиотек, которые используются внутри продукта. Понятно, что это стоит очень дорого с точки зрения того, чтобы все это перетестировать теперь, но зато открывает нам возможность для того, чтобы дальше настраивать логику работы над Camel 3.22. Вот, поэтому это очень долгожданные изменения, по крайней мере, нам, да, как разработчикам Enterprise Integration в Китае, это очень, очень надо, вот, поэтому у нас будет маленький праздник, когда 8.1 пойдет в релиз, мы очень ждем этого момента. Ну, и так как коннекторы могут писать и клиенты тоже, я думаю, что это и для многих клиентов будет очень важным, нужным подспорьем. Скоро все будет. Так, а вот это про дизайн как раз, то есть, если кто-то уже знаком с нашим решением, там, разрабатывал, получается, схемы обработки, как мы это называем, то вот мы его немножко вот так вот модифицировали, то есть все базовое осталось, как было, да, то есть там немножко там дизайна добавилось, иконок и тому подобное. Да, кто не знаком и привык, например, работать со схемами, которые у нас там рисуются справа налево, там, или там сверху вниз, там и тому подобное, просто скажу, что у нас все-таки немножко другой подход изначально был, то есть, думаю, в 2014 году, когда мы начали разработку, мы не стали клонировать те решения, с которыми мы работали. Да, мы взяли подход ученого Сэммор Пепперта, и его применили в интеграционном мире. Но на базе этой методологии построен Scratch Lego Mindstorms, да, то есть то, что дети могут просто там особо без изучения взять и из кубиков построить интеграционную, не интеграционную логику, но уже логику, которая нужна для игрушек, каких-то для роботов и тому подобное. Вот, так что у нас вот такая вот вертикальная плашка, где мы квадратики набиваем и строим нашу логику. И самое главное, основной акцент мы строим на данных, да, то есть данные это у нас получается главный герой, и тут мы когда получается переходим, да, сейчас просто иконки показаны, когда переходим уже там в настройки, когда мы уже переходим в отладку, самое главное, то, что у нас там правая часть больше именно про данные. Вот, наверное, еще один момент, тоже, наверное, характерный признак того, что решение растет и начинает пользоваться большое количество разработчиков, и почему дизайн новый очень важен, потому что это не только профессиональный взгляд на то, как иконки нарисованы, как контроллеры расставлены, но и, например, на удобство работы для тех людей, которые имеют определенные ограничения. И, например, мы слоили настоящий фидбэк о том, что ребята в режиме дебага, когда ты на эти шаги в этом потоке можешь ставить жучков, да, брейкпоинты, эти брейкпоинты подсвечиваются цветом, да, которые люди, которые имеют дельтонизм, они не ощущают, что тут стоит брейкпоинт. Вот это тот момент, где профессиональный дизайн реально нужен, да, вот обывательским, там, интуитивным подходом разработчика, да, как сделали, так и получилось, вот тут уже нельзя, тут надо делать все очень качественно, потому что аудитория целевая большая. Здорово! ненадолго тебе мучиться осталось, потянуть чуть-чуть. Давайте перейдем к Enterprise Integration Kit. я кратенько напомню, что первую версию мы выпустили в апреле, когда, собственно, презентовали концепцию Integration Gears, да, и вот наш кит включил в себя набор коннекторов, которые, на наш взгляд, очень востребованы той целевой аудиторией, в которой мы метим нашим продуктом, это connectivity к саб-системам и connectivity к идее-провайдерам, поддержка протокола S2. Что мы планируем выпустить в сентябре, да, у нас завершено тестирование, и мы готовы выпустить это в релиз. Это два новых коннектора. Это коннектор к 1С с поддержкой технологии универсального обмена данными с встроенным форматом Enterprise Data и коннектор SAP MDM для поддержки олдскульного решения для управления мастер-данными от SAP. Понятно, что помимо двух коннекторов, которые мы добавляем, у нас еще идут важные изменения внутри самого пакета, у нас появляется модуль лицензирования, мы отрефакторили вещи, которые можно считать техническим долгом для того, чтобы управлять подсоединениями к базе данных, которые внутри приложения наши организуют, теперь это все будет средствами FESB управляться централизованно. Да, из тех коннекторов, которые были, у нас самые существенные изменения будут касаться AS2 коннектора, потому что чем больше мы на реальных задачах сталкиваемся с применением AS2, тем больше понимаем, что разные DI-провайдеры и вендоры других информационных систем, которые реализуют AS2, очень по-разному интерпретируют стандарт, и нам для того, чтобы уметь с ними взаимодействовать с учетом этих особенностей, нужно очень-очень гибким делать наш коннектор, гораздо гибче, чем мы рассчитывали, реализовать стандарт ровно один в один, как написано в документах. Жизнь оказывается богаче, поэтому сейчас этот коннектор ждет большое обновление, как раз для того, чтобы он умел всякую дичь переваривать, что некоторые вендоры называют AS2, хотя оно уже с такой дичью AS2 не назовешь. Но тем не менее, давайте немножко поподробнее про коннектор, про новые. Первый, конечно, наверное, один из самых интересных, это коннектор с 1С. Вообще не поймите превратно, это не означает, что фактор получил возможность интегрироваться с 1С только с учетом выпуска этого коннектора. Конечно, нет. базовой технологии взаимодействия с 1С предприятием через веб-сервисы и HTTP-сервисы или REST-сервисы, они и так из коробки есть. Здесь речь маленько о другом. Мы хотели поддержать ту стандартную технологию для обмена данными между приложениями на 1С предприятии, которые дает сам вендор. Поддержать и технологию обмена данных, и поддержать формат, который вендор продвигает. Этот формат называется Enterprise Data, и это, наверное, одна из самых, на мой взгляд, субъективных, недооцененных вещей в 1С экосистеме. Я как бы со всеми, с кем общаюсь, в рамках тренда на импортозамещение много приходится разговаривать, я всем настоятельно рекомендую на это обратить внимание, потому что это формат, который покрывает, дает стандартное описание, стандартную XSD схему на больше чем 200 объектов 1С, и это то, что можно брать как описание структуры сообщения, использовать мэппинги, использовать валидации, для интеграции это просто находка. Тем более, что сам формат он расширяемый, то есть его можно кастомизировать, и эта технология тоже описана на ресурсах 1С. Самая техника передачи, да, ну, как Enterprise Data это XML-формат, и техника передачи этого XML это специализированный веб-сервис, который встроен в каждое 1С предприятие, и вот мы реализовали собственно клиента к этому веб-сервису, все его операции, это позволило нам общаться с 1С в режиме push, для того, чтобы данные в 1С отдавать, в режиме pull, для того, чтобы данные из 1С забирать в формате Enterprise Data. При этом на стороне самой 1С-системы настраивается механизм, который называется план обмена. Эта штука, если говорить саповской терминологией, очень похожа на модель распределения Allee, когда вы заставляете систему трекать изменения в нужных объектах, накапливать эти изменения, и потом сериализовать в виде документа. В сапе это IDOC документ, например, здесь это документ в формате Enterprise Data. И хорошо то, что эта штука работает из коробки, она настраивается, то есть не требует кодирования, она не является универсальной технологией, это никакая не серебряная пуля, у нее есть свои ограничения, связанные с перформансом, когда идут массовые изменения, эти изменения нужно разом выгружать в огромные массивы данных, и системе может стать очень плохо в этот момент отправителю, ну и получателю тоже, когда он такой получит на вход, но есть определенные границы применимости этой технологии, границы эффективности этой технологии, но в целом для огромного количества потоков типовых, для соединения 1С между собой, которые не связаны с большими массовыми изменениями или огромными комплектами данных, которые могут за раз появиться, эта штука очень хорошо работает, и благо, что она не требует, еще раз повторюсь, программирования на стороне 1С. Строго говоря, за счет того, что вот этот веб-сервис, который реализует обмен данными в этом формате поддерживает механизм квитирования, можно с некой натяжкой говорить о том, что эта технология обмена позволяет вам соблюдать очередность передачи данных и контроль доставки, то есть вот именно в момент передачи данных от 1С наружу, в данном случае в нашу шину, мы это все можем контролировать и поддерживать. Наш коннектор сам считает номера сообщений, сам формирует конверты служебные, которые нужны 1С, то есть все это скрыто от разработчика интеграционного потока, и это очень удобно настраивается. При необходимости можно как бы и поиграть в хардкор, то есть мы не закрывали возможность, не скрывали логику всех операций, если что, можно автоматику отключить и нативно повызывать операции этого веб-сервиса, если какой-то нестандартный сценарий реализуется. Ну и что еще один важный момент, да, в технологии планов обмена подразумевает, что если 1С общается с внешним миром по этой технологии, то 1С нужно объяснить, где конфигурацию для плана обмена, идентификаторы систем интегрируемых, название плана обмена и так далее. И она ожидает от внешнего приложения, что оно в специальном виде, в специальном конфигурационном файле в формате XML внешнее приложение может объяснить, собственно, как 1С работать. Мы эту технологию тоже поддержали, поэтому настройка планов обмена 1С с ФЕСП делается, ну, буквально, вот, указать URL в сторону ФЕСП на нужный ресурс, да, сконфигурировать ресурс в виде коннектора на стороне ФЕСПа и конфигурация сама создастся. Вот, выглядит очень легко и изящно. Мы это апробировали с нашим Early Adopter большой, очень крупной компанией, которая имеет порядка 800 инстанций 1С систем. Результаты всех очень вдохновляют, и вот у нас очень скоро стартует у этого клиента большой проект по реорганизации 1С-ландшафта, ну, то есть они апгрейдят свои системы, там, перегруппировывают их, вот, и вот в рамках этого проекта мы будем помогать им делать интеграцию 1С-то 1С и сапту 1С и всякие другие штуковины тоже связаны с 1С. Следующий коннектор, он, наверное, не так, это не такая животрепящая тема, как 1С. Вообще, если посмотреть на рынок MDM-систем, это одна из самых, наверное, таких бурно развивающихся решений на отечественном рынке, очень много вендоров сразу предлагают MDM-решения достаточно высокого уровня зрелости, но любое MDM-решение, оно, естественно, без интеграции не живет. Основная идея MDM-а это вести справочники централизованно, и поэтому она автоматически означает, что MDM-система должна быть связана со всеми системами, справочниками которых она управляет. Многие наши большие интерпред-заказчики, с которыми мы общаемся, они по-прежнему используют еще старые SAP-овские решения для управления мастер-данными, и самое старое и такое наследие это SAP-MDM, штука, которая очень такой сложный судьбой продукт, я так дипломатично выражусь, но который по-прежнему активно используется и, наверное, который в ближайшее время вряд ли можно будет быстро заменить, потому что слишком много зависимостей, но и поддержать интеграцию с ним обязательно надо, у этого продукта есть, наверное, самый эффективный способ обмена, это специализированный Java API, который вендор предоставляет, и вот как раз работа через этот API мы запаковали в собственный коннектор, и который позволяет в событийном режиме работать, при этом наш коннектор, те, кто сталкивался и специализированный адаптер SAP PI, который с SAP MDM работает, мы воспроизвели его поведение и максимально бережно это сделали для того, чтобы сохранить вендорский SAP подход к взаимодействию SAP MDM с шиной внешней, то есть только вместо API теперь соответственно наша шина, это означает, что по-прежнему нужно использовать импорт-сервер и синдикатор, по-прежнему можно работать в режиме contract first, то есть когда мы сначала договорились о том, какими данными мы обмениваемся между MDM и шиной, и на стороне MDM можно дальше уже локальными мэппинг-средствами отразить этот контракт на структуру справочника. Поддерживается SSL для защиты подключений и поддерживается exactly once in order в качестве quality of service. Самый капризный сложный quality of service из всех, которые можно себе представить, и вот мы еще раз его здесь реализовали и сами себя похвалили, в общем, вот так. Да. Ну, сами сообщения ходят в формате XML, да, и когда они оказываются в шине, да, собственно, обычный XML-документ, с которым можно работать, дальше мэпить, маршрутизировать и передавать другие форматы. Да, повторюсь, это все выезжает в релиз в сентябре. А что дальше-то, да, то есть у нас на подходе несколько еще важных вещей, которые мы планируем сделать до конца года. Я пока, чтобы у нас это, чтобы мы могли потом в течение года повесочку информационную подогревать, я сейчас ничего спойлерить не буду, но только скажу, что у нас будут еще коннекторы к 1С, еще коннекторы к САПу. Вот. Потому что и та, и другая платформа предлагает еще разные стандартные технологии, именно стандартные технологии для интеграции с ними, и мы старательно это сейчас пытаемся воспроизвести. Ну и повторюсь, наш основной подход заключается в том, чтобы максимально полно, максимально полно выжимать сок из тех технологий, которые, для интеграции, которые дает сам вендор. Мы пока стараемся, не знаю, как долго нам удастся этого подхода передерживаться, но мы стараемся делать интеграцию с системами вендорскими таким образом, чтобы не пытаться встраивать нашего агента или какую-то подсистему, или библиотеку, или расширение в ту систему, с которой мы интегрируемся. То есть мы рассчитываем, что со всеми большими системами, которые интересуют наших заказчиков, это большие, крупнейшие предприятия, они все используют достаточно зрелые решения, SAP, DNS и другие решения иностранные и отечественные, у которых интеграционная возможность более-менее есть. Это к вопросу о том, что мы сегодня как-то даже хихикали на эту тему, о том, что должен быть локальный интеграционный движок в каждой системе с механизмом очередей, который как-то позволяет обмен с внешним миром нести. Вот мы собственно в этой целе, и в некоторых случаях мы понимаем, что нам даже коннектор писать не надо, то есть мы понимаем, что на той стороне все настолько хорошо, что мы можем просто на текущих технологиях, которые дает FESP плюс EIC, все оттестировать совместно с вендором того решения и выпустить некие совместные партнерские сертификаты совместимости, которые будут говорить о том, что ребята, вот эти продукты точно проверены на успешную совместную работу в части интеграции, и оба вендора это подтверждают, то есть мы и вендор бизнес-приложений. Вот этим путем мы тоже идем и мы поняли, что действительно далеко не всегда нужно прям новый коннектор писать, бывает, что всего достаточно, нужно просто выработать, пройти все тесты, протестировать разный квалиф-сервис, разный режим передачи, реагирование на сбои и прочие моменты, и возможно выпустить совместные там best practices, как на интеграцию настраивать с этим приложением, и этого вполне достаточно. Ну, понятно, что это требует времени и ресурсов у обоих вендоров, но это наш путь, потому что нам кажется, что нашим заказчикам важно знать, выбирая решения, то есть подбирая интеграционные решения, сравнивая и анализируя то, какой ландшафт сейчас есть в компании, насколько бесшовно сможет интеграционная шина с конкретными системой в ландшафте синтегрироваться. Понятно, что вот в этих испытаниях мы ориентируемся в первую очередь на отечественных продуктах, которые вот сейчас в каждой своей нише набирают какие-то очки, становятся популярным и перспективным. так, ну у меня у меня, по-моему, все. Сейчас я посмотрю. Да, у меня все. Коллеги, наверное, из новостей это все. Да, Антон, Варь, можно, пожалуйста, Антону вопросы? У него уже есть. Ренат, как раз вот вопрос коннектора Одинессовского очень интересовал, в частности, Enterprise Data. И вот, включая того, что ты, говоришь, смеялись, что есть необходимость встраивания этих механизмов, вот Enterprise Data в конечном итоге поддерживает надежность передачи секс-торан. То есть, например, если мы из Одинесса по Enterprise Data пытаемся отправить данные и в этот момент ФЕСП по какой-то причине был недоступен. Вот она продолжит восстановить свою рабоспособность. Есть там такая-то функция. Смотри, мы же говорим сейчас про отправку данных из Одинесса наружу, да? Да, да, да. Этот механизм предполагает, что внешняя программа в режиме пул должна прийти и забрать данные. И когда она их забирает, она берет даже на квиточек с перещелканными номерами сообщения о том, что все прошло хорошо. Поэтому, если что-то пошло не так, то... То есть, она пулинговая? Да, она только пулит. А в случае поставки в Одинесса постпроцессинг у них реализован по Enterprise Data? Если ты отдаешь в Одинесса, особенность Enterprise Data в том, что один из предприятий содержит в себе готовые конвертеры, которые из этого XML в Enterprise Data перекладывают данные в таблицы, то есть в логические объекты системы, которые потом просачиваются на табличный слой. И это все правила в системе присутствуют из коробки. Вот меня интересует то, что есть из коробки. То есть, ответ на сторону шины получаем в тот момент, когда процессинг закончен, или то, что она приняла, но еще может быть обрабатывает. Стандартная проблема с ERP, блокированной записи. Тут надо очень аккуратно, то есть, зависит от логики сценария, да, когда мы обмениваемся, то есть, когда мы из 1С забираем данные, мы фактически ведем себя, как другая система, базирующаяся на 1С предприятии. и тут квиточек мы можем отдать, ну, по-хорошему квиточек должны отдать, когда весь постпроцессик закончился, все хорошо, и я в этот момент возвращаю квиточек. Означает, что расхождения между системами нет, и система-отправитель больше не должна держать дельту, которую она накапливает. То есть, синхронно сценарий? Ну, фактически, да, но тут суть... Ну, то, что Рокел Георгий и наут. Да, но тут суть в том, что мы в шине, так как мы только прикидываемся 1С предприятием, да, мы вести можем себя по-разному. Мы можем данные принять, пока квиточек не отдавать, донести данные до системы получателя, туда отдать, это может быть не 1С системы, убедиться, что все прошло хорошо, потом сформировать квиточек и отнести. Можем, так не делать. Можем сделать, забрали данные, сразу отдали квиточек, типа все, 1С ничего не держи, мы дальше с вами разберемся. И дальше унести данные там куда нужно и как нужно. Но это вопрос требования к конкретному сценарию, его логике обмена и quality of service. Технически можно и так, и так наш коннектор это позволяет, мы как раз нашим миродоптером это все обсуждали и проверяли. Добрый день, Алексей Татаренко с КРТ. Сколько я помню из апреля к презентации, вот в частности 1С Enterprise Data было под звездочкой в Early Adapt Program. Да, вот она из него вышла. Да, да, но вот у меня вопрос такой, выходя из него, она в этой программе, она создает вакуум, который заполняется уже каким-то другим пилотом или остается в этой программе и как-то дорабатывается? Нет, когда мы выводим какой-то модуль с программой Early Adaptive Program, это означает, что мы считаем, что она готова к рынку, к массовому потреблению разными заказчиками. Если другие заказчики или наш пилотный заказчик нашел позднее какие-то проблемы, то это в рамках стандартного процесса улучшения, через инциденты мы фиксим и майнер обновления коннектору даем. Так как сейчас мы исчерпали бэклог замечаний и понимаем, что все работает хорошо и не видно серьезных проблем, мы буквально совсем недавно такое решение приняли о том, что окей, это выпускаем. При этом у нас есть пайплайн из тех вещей, которые тоже находятся в вероадоптер программе, которые еще тестированы, то есть пока еще недостаточно зрелые для того, чтобы мы их релизили. И есть освободившийся стул с того конца заполнится чем-то другим. У нас планов очень много. Понял, спасибо. Добрый день, коллеги. Юлия Чернявская, Тролинк. Хотела задать такой вопрос. Ну, сейчас, как всем известно, много заказчиков уже приходит с вопросами импортозамещения. И хотелось бы понимать, ну, условно говоря, то есть мы заменяем ERP-систему на какой-то зоопарк 1С, и нам нужно заменить PI на условно Integration Gears. Есть ли какой-то инструментарий для облегчения этого процесса? Может быть, можно что-то автоматизировать как-то? Ну, вот как сегодня в докладе мы поняли, что, допустим, мэппинги не бьются с PI-ными графические, да, там, если, допустим, ноды используются. Но хотя бы частями мы можем этот процесс как-то автоматизировать. Если нет, то когда это будет разработано? Спасибо. Да, хороший вопрос. Наверное, это одна из тех вещей, которые мы с самого начала задавали себе мысленно, когда начали знакомиться с базовой технологией FESP. Значит, задачи разбиваются на... Ну, в общем и целом, если совсем коротко, то да, такое возможно автоматизировать. Если смотреть в детали, то на этом пути нужно решить много проблем. все они явно разрешаемые. Это там не какой-то rocket science, это просто плодоверная системная работа. Есть несколько моментов, которые нужно обязательно... с которыми нужно разобраться. Значит, если посмотреть на концепцию PI-ного пайплайна, да, собственно, она подразумевает, что весь сценарий проходит несколько там стадий, там штук пять, да. Вот, они все фиксированы, идут друг за другом. И вот для каждого этапа нам нужно в базовой новой технологии найти аналог. Вот, если нет проблем там с маркетизацией, там все тривиально, да. Вот, есть проблемы с коннекторами, есть проблемы с мэппингом. Значит, с коннекторами на самом деле работа уже идет, да. Наша стратегия стоит в том, чтобы внимательно сравнить весь пул параметров, которыми можно законфигурировать адаптеры фпи с тем пулом параметров, которые можно сконфигурировать точки входа-выхода в Фесбе с учетом ЯИКа. Тут огромное спасибо Марату Борееву, я не знаю, слышит он или не слышит, да, который провел огромную там титаническую работу по сведению всех документированных и недокументированных настроек пи-ных адаптеров, которые, конечно, облегчают нам такой анализ. Вот. Мы эту работу обязательно завершим, да, и как бы, и вот те дельты, которые мы найдем, обычно дельты в другую сторону, что пи-и не может, а фи-с может. Если мы найдем дельты, когда пи-и может, а фи-с не может, соответственно, мы эту дельту сначала должны закрыть. Там, если это коннектор базовый, то это руками команды Георгия, если это коннектор какой-то, который в ЯИКе находится, то мы сами его закроем. Вот. Второй момент, это действительно мэппинге. С мэппингами все веселее, да, потому что у нас есть Java мэппинги, есть XLT мэппинги, есть графические мэппинги. Тот вывод, который сегодня был озвучен, да, мы к нему там пришли какое-то время назад, мы понимаем, что действительно мы можем формулировать набор критериев, по которым мы сразу понимаем, что это графический мэппинг в Atlas Map не переложить. Вот. XLT мэппинги легко конвертируются, Java мэппинги конвертируются потенциально можно конвертировать автоматизированно, но тоже с приключениями, потому что там обвязка в виде того фреймворка, который PI дает для того, чтобы ты писала классы мэппинга. Они, соответственно, в FESB их нету, и как бы их нужно заменять на что-то. Но там тоже есть свои лайфхаки, и в общем понятно, как это можно сделать автоматизированно. Поэтому пока вся эта подготовительная работа идет, мы понимаем, что нам на начальном этапе надо бросаться не скрипты писать, а сделать две вещи. Первое – это выработать собственный подход, как PI pipeline реализовывать в FESB. И мне очень не нравится, как SAP это сделал для CPI, и мы так делать не хотим. У нас есть свои идеи на этот счет. Во-первых, мы это за финале, и, наверное, комьюнити обязательно покажем, потому что это некий способ выровняться с тем, насколько мы не придумали ли мы себе заблуждение. Второй момент – это написать первый-первый элемент того самого автоматизированного инструмента для миграции – это assessment report, то есть который позволит подключиться к PI-системе, построить на ее контент, и по набору критериев сказать о том, что вот эта штуковина можно перенести, а вот эта штуковина пока перенести нельзя, либо там какая-то экзотика, которую, в общем, нужно только руками фантазировать. Тут тоже есть разные идеи, как это тул-дурно работать, то ли напрямую к системе подключаться, чтобы анализировать, то ли транспорты анализировать, мы тут с Антоном тоже как-то эту тему, по-моему, обсуждали, потому что иногда клиенту достается не система, а выгрузки из системы, как бы, и дальше ты сам. Вот, а что он с ним сделает, не очень понятно с этими транспортами. Вот, поэтому и в нашем родмэпе до конца этого года assessment report есть, поэтому такую штуковину мы реализуем. Понятно, что этот репорт будет менять свои результаты, свои работы по мере того, как мы гэпы в коннекторах выравниваем, по мере того, как мы атласмэп допиливаем благодаря там команде Георгия. Вот, когда эти гэпы там уменьшаются, уменьшаются, репорт будет давать все больше зеленых строчек. Вот, и только потом мы начнем уже садиться к этому времени, вот, наверное, за финальный свой подход API-ного пайплайна в FESB, и после этого тогда мы начнем писать скрипты, которые перебрасывают автоматизированные потоки. И то при этом мы не не думаем, что мы получим какую-то волшебную кнопку ничего подобного. дай бог, мы 60% там стандартных типовых икошек сможем таким инструментом отмигрировать. Все равно есть нюансы, есть дикие лукапы, которые навертели там в мэппингах, да, есть модули к адаптерам, есть sub-bpm, господи, спаси, вот, в общем много всего есть, да, что ccbpm, я сейчас заикаться буду, вот, много всего есть, да, что все равно будет вряд ли тулом не смысл покрывать, потому что технически можно, наверное, наколдовать такой суперскрипт, но мы потратим столько времени на его разработку, легче руками просто посмотреть на bpm или ccbpm и нормально сделать на собственно потому что выразительная способность собственно, конечно, она покроет и bpm и ccbpm, если в них нету химных теть. Вот как-то так. Леша. Спасибо большое за доклад. Шкурный вопрос. А вы не планируете Atlas Map подхватить в опенсорсе и обратно? Вернуть в опенсорс? Георгий, что думаешь? Мы просто тоже его находили и очень ну, типа заброшенный действительно, то есть 22-го года. Не думали, если вы взрыв в camel committee, может и в Atlas Map тоже? Но пока еще не прошло время, потому что у нас все-таки план немножко, но нам не очень понравилось, как там бэкэнд устроен, в плане переработка и потом уже будем думать. Сейчас не думаем, потому что в таком виде отдавать, ничего, пару исправлений просто отдавать, но это, ну, конечно, не очень, наверное. Если отдавать, то надо уже что-то серьезное. теоретически вдохнуть в проект новой жизни можно, да, но дайте время. Сначала себе допилим. Леша? Да, на самом деле вопрос относительно короткий. Для кейсов, у кого очень много в эксплуатируемых ABAP-системах реализовано на прокси-фреймворке интеграции вот прям с локальной интеграционной машиной. Планируется ли реализация для XI-адаптера с SLD? Ну, потому что это краеугольный камень. Тысячи проксей переводить на локальные порты это больно. Вот, хотелось бы, чтобы SLD AP-Cast и вот это вот все и integration engine был одним урлом и он сам внутри у себя там уже разберется от какой бизнес-системы в этот роут кидать, а от какой бизнес-системы вот в этот вот. Планируется ли такая реализация XI-а? Или все остановится на разборке своего XI-пакета? Вот валит. Игнат, я тебе не помогу. Тут какие-то слова звучали, которые я вообще не знаю, что это такое. Я вообще не с этого мира. Нет, точно мне отдаваться надо будет. Много копий сломано, что делать с SLD? Вот. Кажется, что это такой чемодан без ручки, вот, и выкинуть жалко. И вроде в новом мире без PI и без SAP он не очень нужен. Вот. Да, то есть мы поняли, что, конечно, имитацию сделать можно, прям средствами стандартными FESBA даже можно имитацию сделать. Это достаточно просто делается. Вот. вот какого-то прям полноценного модуля, вел бы себя как SLD и ABAP думал, что это SLD система. Нет, мы такого не задумывали. Мы очень много думаем, как, ну, для нас это задача класса Enterprise Integration Governance, для того, чтобы то множество контента, с которым шина работает, это интеграционные контракты, определение сервис-интерфейсов, как-то их скомпоновать, привязать к софту, софт привязать к инстанциям систем. То есть ровно то, для чего SAP придумывал SLD и ESR, как нам это в новой реальности сделать. Потому что мы, ну, в мире Open Source подобного красивого не видим, и мы понимаем, что нам нам придется это сделать. И мы не хотим повторять именно концепт с SLD, мы начали дизайнить schema registry не на минималках, а вот так, какой он должен быть с привязком к софту и инстанциям систем. И я думаю, что вот саму идею о том, чтобы ты мог в дизайн-тайме видеть, какие системы, какими продуктами, какими интеграциями обладает, мы реализуем, но постараемся это делать все-таки не воспроизводя концепцию самого SLD. Тут в общем я просто могу позвать на нашу рабочую встречку и ты можешь нам накинуть каких-нибудь идей, потому что это очень процесс непростой. Сделать заглушку, как ребята сказали, на FISB можно, чтобы ABAP-систему обмануть. Специальный модуль пока делать не хотим. так, вон там вопрос еще. Скажите, пожалуйста, вот API-менеджмент был на слайде, а это какой-то open-source или же своя будет реализация? С нуля писать API-менеджмент смысла нет. Это собственный класс интеграционных инструментов, это примерно то, чтобы свой GAML написать. там точно будет на API-снерсе, да, точно. Проблема с функциональным скопом, потому что API-менеджмент в том виде, в котором он сейчас самыми крутыми вендорами преподносится, это, конечно, штука, которая адресована в истории сервис-мышом, цифровыми платформами, где сервисы общаются между собой через API синхронного вида, вот это все хозяйство. Если брать более консервативный ландшафт с преимущественно монолитными системами, то API-менеджмент там попроще, вот, и, наверное, мы будем к нашей истории с API-менеджментом идти постепенно, и начнем именно со второго, то есть это будет все-таки API-гетвей и возможность применения разных политик, вот, пока мы в историю большую с API-менеджментом, там такой цифровой платформы, пока не пойдем. Но понятно, что невозможно взять и выпустить API-менеджмент, не знаю, через полгода. Скорее всего, то, что мы выпустим, будет просто MVP, да, которая потом будет обрастать, увеличиваться и так далее. И самое главное, что мы не хотим выпустить API-менеджмент ради API-менеджмента. Мы хотим, чтобы это было очень тесно связано было с ядром, с весбом, потому что многие вещи в функциональности API-менеджмента можно сделать на средствах самого ФЕСБа. И даже есть среди множества разных API-менеджмент решений, есть даже экзотические, которые построены на Кэмеле, что, в общем-то, тоже подсказывает о том, что задача применения полиси к трафику синхронных вызовов вполне укладывается в тот базовый стэк, который у нас есть. И тут главное аккуратно выбрать архитектуру. Поэтому, чем мы сейчас и занимаемся. Понятно, спасибо. А еще вопрос по поводу ваших коннекторов. Они как интегрируются в итоге в ФЕСБ? Это как отдельная поставка идет или же это у вас синергия и все будет в ФЕСБе, эти коннекторы? Как это работает? ФЕСБ это наш материнский продукт, он дает нам фреймворк, в который мы деплоим свою библиотеку с коннекторами. На самом деле этим механизмом могут воспользоваться любой клиент, у которого есть ФЕСБ, который хочет разработать свои кастомные коннекторы. Когда эту библиотечку с коннектором ФЕСБ разворачиваешь, у тебя в палитре инструментов с коннекторами появляются новые иконки твоих коннекторов. И то есть это выглядит абсолютно органично, это единый look and feel, единое поведение, как бы и материнский продукт нами управляет. То есть exception обрабатывает, борнинги туда мы складываем, инструменты логирования, все нам предоставлены. То есть это все полноценный фреймворк, примерно так же, как ты в API получал фреймворк для разработки кастомных адаптеров. Вот сравнимо. Спасибо. И еще один вопрос по поводу генератора VSDL. Не думали по поводу JSON-схемы генератора, не знаю, свагера, чтобы генерировался? Это уже есть. Спасибо. 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 Похоже, вопросы закончились. Так, подождите, я наконец сделаю это. Я выберу сам, кому подойдет рюкзак. Так. Я Леша подарю рюкзак загадки, вопросы про СЛД. Георгий, я предлагаю тебе выбрать тоже еще одного человека, кому можно сделать подарок. Елки-палки. Тогда, наверное, Юля за вопросы про миграцию. Держи. Все. Спасибо, коллеги. Тогда, наверное, на этом все. Можно PIMON 2024 считать закрытым. ПОПИШИСЬ, ПОПИШИСЬ,